Салют Сегодня я хочу вам рассказать о самом первом военном салюте На окраине города располагалось здание Табличка на фасаде гласила Лаборатория Салют Но уже несколько лет шла война И лаборатория занималась выпуском сигнальных ракет Лишь совсем недавно ученые пиротехники Приступили к изобретению праздничных салютов В один из дней в лаборатории на свет появился салютик По имени Лютик Он огляделся по сторонам И увидев таких же, как он, маленьких салютиков Принялся с ними знакомиться Вдоволь пообщавшись со своими собратьями Любопытный Лютик отправился в другое помещение лаборатории Там выпускали сигнальные ракеты Они были красного и зеленого цвета Малыш-салютик по своему обыкновению Попытался завязать с ними беседу Но сигнальные ракеты не обращали внимания на салютика Они были серьезны и сосредоточены И к тому же очень спешили А спешили они на фронт Сигнальные ракеты укладывались в большие армейские ящики За ними приезжали грузовики и везли их на передовую Лютик стал ждать, когда же, наконец, и за салютиками приедут грузовики И повезут их на войну Но шли дни, а салютики так и оставались в лаборатории Только война успеет закончиться Подумал Лютик и решил добровольцем уйти на фронт Он взял лист бумаги и написал заявление Прошу отправить меня на фронт в качестве боевого снаряда Чтобы беспощадно громить врага И внизу подписался Салютик по имени Лютик Затем решительным шагом направился к главному пиротехнику лаборатории И попросил того удовлетворить его просьбу и подписать заявление Но пиротехник ничего подписывать не стал И сказал, что вечером проведет среди салютиков политбеседу Что такое беседа, салютик знал Он мог часами с кем-нибудь из друзей беседовать А что такое политбеседа? Салютик мог только догадываться Наверняка речь пойдет об установке на фронте Политбеседа, которая состоялась вечером Просто повергла Лютика в шок Оказалось, что их никогда не отправят на фронт Перед вами поставлена важная задача Пояснил пиротехник Вы должны поднимать боевой дух народа Вы огни славы Салют должен стать праздником Среди суровых и тяжелых будней войны От каждого из вас зависит, каким будет первый салют Только если вы все вместе дружно взлетите в небо Получится запоминающее зрелище Лютик не сдержался и задал вопрос пиротехнику Ну а когда же мы наконец летим в ночное небо? Надеюсь, что уже скоро Ответил он Сейчас идет Курская битва Наши танки сошлись в бою с танками врага Также ведутся бои за города Орел и Белгород Как только мы выиграем эту битву То погоним фашистов с нашей родиной И тогда наступит ваш черед Запомните, ваша салютная точка номер один Она расположена в Кремле Вы должны озарить праздничным фейерверком Красную площадь Главную площадь страны Салютики воодушевились И принялись громко аплодировать Только лишь Лютик сидел насупившись Он не собирался сидеть и ждать Когда враг будет разбит Всю ночь Лютик не спал Он вглядывался в темное военное московское небо И даже не мог себе представить Что когда-нибудь наступит та ночь Когда он сможет озарить это небо своим светом Не может он сидеть без дела Лютик решил сбежать на фронт На Курскую битву Но как же туда попасть? Все очень просто Стал про себя рассуждать Лютик Если битва идет под Курском Значит ему надо добраться до Курского вокзала А там он сядет в военный эшелон И помчится на фронт Чтобы не заблудиться на улицах города Лютик снял со стены карту Москвы Своим друзьям с Алютиком Он оставил короткую записку Ушел на фронт Лютик Тихо стараясь не шуметь Чтобы не разбудить друзей Он покинул лабораторию И оказался на улицах большого города Сверившись с картой Лютик бодро зашагал по улицам Бульварам и площадям Глядя на карту Казалось, что нужно ему вокзал совсем рядом Но шло время А улицы все тянулись и тянулись Очень быстро стемнело И наступил вечер Лютик остановился перевести дыхание Уличный репродуктор Как раз транслировал последние новости И Салютик решил их послушать Сегодня, 5 августа 1943 года В 24 часа Столица нашей родины Москва Будет салютовать Нашим доблестным войскам Освободившим Орел и Белгород 12 артиллерийскими залпами И 120 орудий Вечная слава героям Павшим в борьбе За свободу нашей родины Услышав слова диктора Лютик остолбенел Сегодня салют Первый салют А он, Лютик, сбежал из лаборатории Ведь если не будет хватать Хотя бы одного салютика То не получится настоящего фейерверка Он подвел главного пиротехника Подвел своих друзей А самое главное Он подвел людей Которые, услышав сообщения по радио Отправиться смотреть салют Что же делать? И тут он вспомнил слова Которые произнес пиротехник На политбеседе Запомните Ваша салютная точка Номер 1 Она расположена в Кремле Вы озарите праздничным фейерверком Красную площадь Главную площадь страны Лютик раскрыл карту К счастью, Красная площадь была неподалеку И салютик стремглав помчался в Кремль На Красной площади собралось много людей Были тут и дети, и взрослые, военные и штатские Все с надеждой вглядывались в небо Дети спрашивали у взрослых Когда же начнется салют? Взрослые уверяли, что скоро Пропустите меня, расступитесь Я на салют опаздываю Кричал расстроенный Лютик Наконец-то он добрался до ворот Кремля Часовой строгим голосом спросил Ты тот самый салютик, Лютик Которого по всей Москве ищут И без которого салют не начинают Это я Ответил Лютик Ему было очень стыдно Он чуть не испортил такой праздник Беги скорей Сказал часовой и пропустил Лютика в Кремль Возле салютной точки номер один В ряд выстроились все салютики из лаборатории Запыхавшись, подбежал Лютик И тоже стал в строй Пиротехника его увидел Облегченно вздохнул Но отсчитывать не стал Времени не было Нужно было перед салютиками Поставить боевую задачу Вылетаем из пушек Быстро и громко Взлетаем высоко, горим ярко Салютики дружно попрыгали в пушку Услышав команду Огонь! Они с радостными криками Ура! Со скоростью пули Вылетели из орудия И взмыли в московское небо Рассыпаясь на множество Ярких, красивейших огоньков И превращаясь в звезды Лютик с высоты Любовался на город До него доносился Восторженный гул с площади Как же прекрасна наша страна! Думал салютик Какие же замечательные люди в ней живут! Они могут преодолеть все трудности Победить любого врага Пусть же каждая победа этих людей Каждое достижение Будет отмечено ярким праздничным салютом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова